Первое послание к Тимофею святого апостола Павла, глава пятая, стихи семнадцатого по стих пятой главы шестой. Достойно начальствующим пресвитерам должно оказывать сугубую честь, особенно тем, которые трудятся в слове и учении. Ибо Писание говорит, не заграждай рта у вола молотящего и, трудящийся, достоин награды своей. Обвинение на пресвитера не иначе принимай, как при двух или трех свидетелях. Согрешающих обличай перед всеми, чтобы и прочие страх имели. Пред Богом и Господом Иисусом Христом и избранными ангелами заклинаю Тебя сохранить сие без предубеждения, ничего не делая по пристрастию. Рук ни на кого не возлагай поспешно и не делайся участником в чужесть грехах. Храни себя чистым, впредь пей не одну воду, но употребляй немного вина ради желудка твоего и частых твоих недугов. Грехи некоторых людей явны и прямо ведут к осуждению, а некоторых открываются впоследствии. Равным образом и добрые дела явны, а если и не таковы, скрыться не могут. Рабы, под игом находящиеся, должны почитать Господ своих достойными всякой чести, дабы не было хулы на имя Божие и учения. Те, которые имеют господами верных, не должны обращаться с ними небрежно, потому что они братья, но тем более должны служить им, что они верные и возлюбленные и благодетельствуют им. И учись ему и увещевай. Кто учит иному и не следует здравым словам Господа нашего Иисуса Христа и учению о благочестии, тот горд, ничего не знает, но заражен страстью к состязаниям и словопрениям, от которых происходит зависть, распри, злоречие, лукавые подозрения. Пустые споры между людьми поврежденного ума, чуждыми истинной, которые думают, будто благочестие служит для прибытка. Удаляйся от таких. Евангелие от Иоанна, глава 3, стихи с 22 по 36. После сего пришел Иисус с учениками своими в землю иудейскую, и там жил с ними и крестил. А Иоанн также крестил в Веноне, близ Салима, потому что там было много воды, и приходили туда и крестились, ибо Иоанн еще не был заключен в темницу. Тогда у Иоанновых учеников произошел спор с иудеями об очищении, и пришли к Иоанну и сказали ему, «Рави, тот, который был с тобою при Иордане и о котором ты свидетельствовал, вот он крестит, и все идут к нему». Иоанн сказал в ответ, «Не может человек ничего принимать на себя, если не будет дано ему с неба. Вы сами мне свидетели в том, что я сказал. Не я Христос, но я послан пред Ним. Имеющий невесту есть жених, а друг жениха, стоящий и внимающий ему, радостью радуется, слыша голос жениха. «Сия-то радость моя исполнилась, ему должно расти, а мне умоляться, приходящий свыше и есть выше всех, а сущий от земли земной и есть, и говорит, как сущий от земли. Приходящий с небес есть выше всех, и что он видел и слышал, о том и свидетельствует, и никто не принимает свидетельства его. Принявший его свидетельства, Сим запечатлел, что Бог истинен. Ибо тот, которого послал Бог, говорит слова Божии, ибо не мерою дает Бог Духа. Отец любит Сына, и все дал в руку Его. Верующий в Сына имеет жизнь вечную, а неверующий в Сына не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем». Святой Кирилл Александрийский. Толкование на Евангелие от Иоанна. О том, что Сын не есть одна из тварей, но превыше всего, как Бог из Бога. Глава 3, стих 31. «Приходящий свыше и есть выше всех. Нет, — говорит, — ничего слишком удивительного в том, что Христос превосходит достоинство человека, ибо не до этого только предела простирает Он славу свою. Но, как Бог, Он выше всякой твари, над всеми есть сотворенными существами, не как находящийся в числе их, но как и изъятый из всех и имеющий над всем божескую власть. Присоединяет и причину, пристыжая врага и заставляя молчать противника. Свыше, — говорит грядущий, — то есть произросший из вышнего корня, природно сохраняющий в себе отеческое благородство, бесспорно должен обладать бытием выше всех. И действительно, странно было бы сыну быть несовершенно таким, каким представляется по своему достоинству и родивший его, обладающий тожеством природы сын, отблеск и начертание отца. Как мог бы быть меньше его по достоинству? Разве свойство отца не будет обесчещено через обесчещение сына? И разве не унизимы черты родителя через унижение сына? Но это, полагаю, очевидно для всех, почему и написано. «Дабы все чтили сына, как чтут отца. Кто не чтит сына, тот не чтит и отца, пославшего его. Но тот, кто блистает равными с Богом и Отцом достоинствами, по причине бытия из него по природе, как может быть мыслем непревосходящим сущность тварных бытий? Вот это и означает выражение «над всеми есть». Есть выше всех. Но чувствуя опять, что ум христоборцев отнюдь не успокоится, но выступят они, надо думать, с такой необузданной речью. Когда блаженный креститель говорит, что Господь сошел свыше, то на каком основании мы должны будем в этом свыше предполагать указание на прихождение его из сущности Отца, а не с небес или даже из присущего ему превосходства над всем, благодаря которому он мыслится и называется сущим над всеми? Когда против нас выступят с такими словами, то в ответ услышат опять вот что. Не вашим, любезнейшие, гнилым речам, но Божественному Писанию и одним только священным письменам будем следовать мы. Поэтому должны следовать, как определяют они значение слова свыше. Пусть же выслушают возглас одного из духоносцев. Всякое даяние доброе и всякий дар совершенный не сходит свыше от Отца советов. Вот здесь ясно говорит, что слово «свыше» означает «от Отца», так как, не зная ничего другого превышающего тварей, кроме неизлеченной природы Бога, ей, собственно, и усвоил это свыше. Ведь все другое подлежит игу рабства. Один только Бог выше подчинения чему-либо и над всем царствует, почему Он и над всеми есть в истинном смысле. Но и Сын, будучи Богом и из Бога по природе, не может быть лишаем этого достоинства. А если думаем, что свыше должно принимать в значении с неба, то пусть это слово применяется и ко всякому ангелу, и всякой разумной силе, так как обитатели Вышнего Града приходят к нам с небес и восходят и нисходят, как говорит Спаситель, на Сына Человеческого. Что же поэтому побудило блаженного Крестителя, принадлежащее многим усвоить исключительно одному только Сыну, и как об одном только свыше сходящем сказать «Свыше, приходящий свыше». В таком случае следовало бы сделать это достоинство общим с другими и сказать «Приходящие свыше есть выше всех». Но Он знал, что одному только Сыну может приличествовать это выражение, как произросшему из Вышнего Корня. И так «свыше» отнюдь не означает «с неба». Но должно понимать это слово так, как мы уже сказали, благочестиво и истинно. В самом деле, каким образом Сын будет над всеми, если слово «свыше» означает не от Отца, а с неба? Ведь в таком случае и каждый из святых ангелов будет над всеми, как приходящие оттуда. Если же каждый из них не будет причисляться ко всем, то из кого же будет состоять всё? Или каким образом понятие «всего» останется целым и сохранит точное значение, как скоро такое множество ангелов будет исключено и ограничит предел всего? Ведь это уже не будет всё. Как скоро вне этого всего останутся те ангелы, которые были в этом всём. Но слово «неизречённо», «воссияв из Бога Отца», имеет особое рождение свыше, и, будучи из сущности Отца, как из источника, своим происхождением, приходящий свыше, не нанесёт вреда понятию всего, так как оно не заключается во всём, как его часть. Напротив, оно выше всего, как другое, отличное от него по своей божеской природе и силе и по другим свойствам родившего. Но, устыдясь таких нелепых выводов, наши противники, быть может, скажут, что слово «свыше» означает не «с небес», а от присущего ему над всем превосходства. Однако ж, исследуя значение толкуемого изречения, мы опять увидим, к каким нелепостям ведёт и такое толкование. И, во-первых, совершенно нелепо и невозможно говорить, что сам сын происходит из собственного достоинства, как бы из какого места, или так же, как из одного, один и тот же из собственного превосходства грядёт в бытие над всеми. А кроме того, охотно я спросил бы их, превосходства над всем усвояют ли они сыну как существенное и неотъемлемое или же как приобретённое от вне в качестве случайного. Если скажут, что он имеет приобретённое превосходство и украшается превосшедшими достоинствами, то необходимо будет признать, что единородный некогда мог не иметь славы и быть лишён приобретённой, как они говорят, благодати, не быть над всеми и оставаться без того превосходства, пред которым они только что высказали своё удивление, так как случайное качество не есть необходимая и неотъемлемая принадлежность сущности предмета. Таким образом, будет некое изменение и превращение в сыне, и псалмопевец выскажет ложь, воспевая суетными словами. Ты прибудешь, и все они, как риза, обветшают, и как одежду ты переменишь их и изменятся, но ты тот же, или та твои не кончаются. Где же он тот же, если он вместе с нами подпадает переменам и притом к худшему? В суе будет он и сам восхвалять себя в словах. «Я Господь, я не изменяюсь, вы, сыны Иакова, не уничтожились». И разве недостаток сына в таком случае не должен будет простираться и на самого отца, если сын есть начертание и точный образец отца? Таким образом и Бог-Отец будет у нас подвержен изменению и превосходство над всем иметь превзошедшим к Нему. Об остальном умалчиваю, ведь первообраз необходимо должен иметь в себе то, что есть в образе. Но устрашаясь таких трудностей и вместе нелепостей в этих умозаключениях, не скажут, конечно, что он обладает приобретенным превосходством. Напротив, признают это превосходство существенным и неотъемлемым. В таком случае, любезнейший, как не согласитесь опять с нами, даже невольно, в том, что сын, будучи Богом по природе, над всеми есть? Почему и приходящий из единой сущности Бога и Отца? Ведь если в тварном бытии нет ничего такого, что не определялось бы силой всего, а между тем сын над всеми есть, очевидно, как другой вне всего и имеющий существенное превосходство над всем, а не как тожественные по природе со всем, то разве уже может не быть мыслим, как Бог истинный? По существу, будучи вне множества тварей и по природе не находясь в числе тварных бытий, чем же, наконец, он может быть другим, как только Богом? Ведь мы не видим ничего между Богом и тварью посредствующего, поскольку дело касается сущности бытия, ибо тварь находится в подчинении, а царем над ней мыслится Бог. Поэтому, если сын есть Бог по природе, а рожден он неизреченно от Бога и Отца, то слово «свыше» означает природу родившего, и потому над всем есть единородный, как оказывающийся рожденным из нее. Глава 3, стих 31. Сущий от земли земной и есть, и говорит, и как сущий от земли. Земной человек, говорит, в силе убеждения будет действовать неравномерно с сущим над всеми Богом. Кто от земли, тот будет говорить как человек и явится в качестве только советника, предоставив наставляемым всю власть желания веровать. А приходящий свыше, как Бог, пользуясь божественной и неизреченной благодатью, внедряет слово в слух приходящих. И насколько он выше по природе, настолько, конечно, и сильнее будет действовать на научаемых. Весьма благополезно блаженный креститель говорит это своим ученикам, так как они видели его уступающим славе Спасителя, и этим немало уже соблазнялись. Так что даже приступали к нему со словами «Рави, тот, который был с тобою при Ордане, и о котором ты свидетельствовал, вот он крестит, и все идут к нему». Духоносец, считая необходимым прекратить соблазн и внедрить своим ученикам здравое понятие о столь важном предмете, раскрывает превосходство Спасителя над всеми и в то же время указует причину, по которой уже все шли к нему, именуя крещение одной только водой, приступали к Божественнейшему и Совершеннейшему, очевидно, к крещению Духом Святым. Приходящий с небес есть выше всех. Этим свидетельствует, что величайшее и несравненное различие есть между теми, которые от земли, исходящим свыше и с неба, Богом Словом. «Если Я, — говорит, — не в силах научить вас, и если одно только Мое слово будет недостаточно для вас, то Сам Сын подтвердит Своим свидетельством, что бесконечным расстоянием отдалено земное от начала над всем». Асем и Спаситель сказал в беседе к нечестивым иудеям, «Вы от нижних, я от вышних». Нижними называет природу тварных существ, как подчиненную и по необходимости рабствующую, призывающему ее к бытию Богу. А вышними называет опять божественную и неизреченную и владычную природу, как имеющую под своим владычеством и подчиняющую игу своей власти все тварные существа. И не напрасно блаженный Креститель присоединил это к прежним словам своим. Дабы не подумали его ученики, что он придумывает напрасные рассуждения и из стыда без достаточного основания считаться ниже Христа называет его большим и свыше сущим, а себя самого от земли и снизу сущим. То и почитает необходимым силу слов своих запечатлеть словами самого Спасителя. И таким образом свое изъяснение является не пустой, как могли бы подумать его ученики оговоркой, но доказательством истины. Поскольку же в стихе содержится и другое изречение, именно же и что он видел и слышал о том свидетельствует, то просудим несколько и о нем. Удостоверение в каждом предмете мы получаем обыкновенно посредством двух наиболее главных чувств зрения и слуха. Чему мы были самовидцами и что слышали самолично, о том мы утверждаем с несомнительностью. Так и Креститель убеждает своих учеников скорее уверовать во Христа, ибо он говорит то, что знает точно. Опять употребляет подобие с нами, дабы мы уразумевали Божественное, и говорит. И что он видел и слышал, о том свидетельствует. И никто не принимает свидетельства его. Блаженный евангелист говорит это не потому, чтобы никто не принимал свидетельства о том, что Христос есть Бог по природе, что он сошел свыше и от Отца и над всеми есть. Ведь многие приняли это свидетельство и уверовали, и прежде всех других Петр, сказавший, «Ты Христос, Сын Бога живого». Но сам, точнее всех других, уразумев великое достоинство говорящего, выражает здесь свое удивление пред безумием неверующих ему. Глава 3 о том, что Христос есть по природе Бог и из Бога. Евангелие от Иоанна, глава 3, стих 33. Принявший его свидетельство, Сим запечатлел, что Бог истинен. Иначе нельзя было показать нечестие неверующих, если не раскрыта была славная доблесть верующих, ибо порог легко познается через противоположение добродетелей, и познание добра отличает зло. Итак, если кто, говорит, уверовал словам приходящего свыше, то он запечатлел и подтвердил своим разумением, что божественной природе всегда свойственно и благоугодно быть неложной. Из этого для понимающих уже очевидно и противоположное, отвергающий веру, конечно, будет свидетельствовать о том, что Бог неистинен. Заметить надо опять, что в этих словах изъемлет сына изъединосущая с тварью и являет его истинным Богом по природе. Если убеждаемый словами его и принимающий свидетельство, которое он сам дает о себе, запечатлел и утвердил, что Бог истинен, то как же может не быть мыслем Богом по природе Христос, коего истинность засвидетельствована и посредством веры в только что сказанные им слова? Или же пусть опять отвечает нам противник, каким образом божественная природа может чтиться как истинная с принятием свидетельства Спасителя нашего? Ведь если он совсем не есть Бог по природе, то окажет благочестие не к божественной природе тот, кто верует ему, а к говорящему истину, но к одной из тварей, по их мнению превосходнейшей. По элику же утверждение и признание истинности относится к Богу при вере Христу, то очевидно для всех, что будучи Богом, он не восхищает себе лжеименную честь от верующих. Но не согласится, вероятно, с этими словами нашими враг истины и, не признавая Сына за Бога по природе, сильно воспротивится и скажет опять «Злоупотребляешь любезнейший словом, придумываешь хитросплетенные обороты мыслей, отказываясь от простого и всегда прямого смысла, так как Слово Божие сошло с неба, ясно восклицая «Говорю не от себя, но пославший меня отец, он дал мне заповедь, что сказать и что говорить, сказал вам все, что слышал от отца, поэтому и говорит креститель о нем». Принявший его свидетельство, Сим запечатлел, что Бог истинен, ибо Бог и отец действительно истинен, а ты пытаешься переносить на Сына то, что должно быть относимо к другому, отцу. Что же скажем против этого? Неужели единородный должен быть в числе пророков, как исполняющий, подобающий пророкам служение и ничего другого, кроме этого, не совершающий? Кому неизвестно, что пророки передавали нам божественные речи? Что же поэтому будет особенного в Сыне, исполняющем только это одно? Каким же образом Он над всеми есть, если сопричисляется к пророкам и облекается рабским служением? Каким образом, как превышающий их пославе, говорит в Евангелиях? Если Он назвал богами тех, к которым было Слово Божие, и не может нарушиться Писание, тому ли, которого Отец осветил и послал в мир, вы говорите, богохульствуешь, потому что Я сказал, Я Сын Божий. Здесь ясно отделяет себя от сонма пророков и говорит, что они названы богами потому, что к ним было Слово Божие, а себя исповедует Сыном. Ведь святым пророкам через Духа уделялась только частичная благодать, а в Спасителе Христе благоволила обитать вся полнота Божества телесно, как говорит Павел. Почему и от полноты Его все мы приняли, как утверждает Иоанн? Каким же образом дающий может быть равного достоинства с получающими или как полнота Божества может оказаться в участи служителя? Пусть же увидят отсюда, в какую опасную хулу может впасть их речь. Как надо понимать изречение, говорю не от себя, но пославший меня Отец, Он дал мне заповедь, что сказать и что говорить, сказал вам все, что слышал от Отца. Об этом будет дано подробнейшее толкование в свое время и в своем месте. В настоящем же случае думаю направить возражения противников к пользе благочестия и на основании их утверждений защитить догматы Церкви. Итак, они утверждают, что сын получил заповеди от Отца и от себя ничего не говорит, но что услышал, как сам свидетельствует в одном месте, то и говорит нам «Прекрасно, пусть это так». Мы согласимся с этим, так как этим не причиняется никакого вреда сыну по отношению к образу его бытия или сущности, а напротив, дается в настоящем случае прекрасное уяснение Божественного домостроительства. Посему, когда услышат его слова «Я и отец одно, видевший меня, видел отца, я в отце и отец во мне», то пусть принимают свидетельство его, пусть запечатлевают, как Бог и отец истинны есть, заставляя сына говорить то, что он точно знает, пусть верует словам Спасителя, изъясняющего нам то, что от Бога. Глава 3, стих 34. «Ибо тот, которого послал Бог, говорит слова Божии». Следовательно, отец ведает его в себе самом, как собственного сына. Это, думаю, а не другое означает изречение. «Я и отец едино». Знает именно как сына, а не как творение. Сына же, разумею, из сущности его рожденного, а не удостоенного только одного названия сыновства. Ведает, что он есть точный образ его собственных свойств, так что отображается в нем вполне и отображает в себе неизреченного сиявшего из него по природе и как имеет в себе сына, так и сам пребывает в сыне по тожеству сущности. Вот еретик, уразумев это, ты, вот еретик, уразумев это, ты освободишь себя от тяжелого недуга, а нас от неприятностей словопрений. Тот, которого послал Бог, говорит слова Божии. Если буквально понимать это изречение, то что же опять будет досточудного в сыне? Разве и каждый из нас не был посылаем Богом и не возвещал слова его? Так и к священначальнику Моисею сказано, «Итак, пойди, пошлю тебя в Египет и скажи фараону, так говорит Господь Бог, или Иеремии священнейшему, но Господь сказал мне, не говори, я молод, ибо ко всем и к кому пошлю тебя пойдешь и все, что повелю тебе скажешь». Что же поэтому большего будет в сыне по природе, говорящем слова Божии, потому что он послан им? Пророком, как видим, он опять должен оказаться пред нами и ничем другим, если будем относить эти слова только к образу его служения. Итак, слово послал здесь должно разуметь или в отношении к вочеловечению и пришествию с плотью в этот мир, или же опять относить к божественному и достатчудному рождению сына от Бога Отца. Ведь Бог не сокрыл в себе сына, но воссиял его из собственной природы, как отблески света, по неизреченному и неизъяснимому образу божественного рождения. Это и сам единородный изъяснял нам в словах «Я исшел от Отца и пришел в мир». Исшел от Отца в собственное существование сын, хотя и в нем по природе пребывает. И что нам означает в том «Я исшел» на это же указывает опять здесь слово «послал». И так говорит из Отца явившееся и излученное слово, как Бог из Бога будет употреблять слова, подобающие Богу, а Богу подобающие слова должны быть истинными и чуждыми всякого обмана. Посему приемлющееся детельство Спасителя запечатлел, что Бог истинен, ибо Он есть действительно Бог по природе. Глава 3, стих 34. «Ибо не мерою дает Бог Духа». Обрати, пожалуйста, особенно внимание на эти слова, дабы вместе с нами и тебе подивиться мудрости святых. Сказал, что Сын и послан от Бога и слова Божии говорит. Но сознает, что если ограничиваться одним буквальным смыслом изречения, то Сыну будет усвоено только пророческое достоинство, как о Сем мы только что сказали. Посему в этих словах ставит его выше равенство с пророками, и через одно это указание дает понять, сколь велико и уже более, сколь несравненно это различие. Невозможно, говорит, получившим Духа в известной мере быть в состоянии и другому давать его, ибо святой святому никогда не был подателем Духа Святого, но подает всем Сын из собственной полноты, и так не мерою дает. Не как те пророки, имеет малую некую часть Духа, и при том по причастию, но поскольку оказался и подателем, то очевидно и имеет его всего в себе существенно, а имеющие такое пред ними превосходство не как один из них должен говорить слова Бога, но как Бог из Бога должен изрекать слова, подобающие Богу. Сказанному отнюдь не противоречит то, что Дух, по мнению некоторых, подавался некоторым через руки апостольские, ибо мы считаем их апостолов призывателями, а не подателями Святого Духа. Так и блаженный Моисей не сам отъял от бывшего в нем Духа, по повелению Божию, но и это Бог предоставил одной только собственной своей власти, говоря, что при нем должны быть семьдесять мужей, и обещаясь отъять от Духа, бывшего в нем, и возложить на них. Знал он, что одному только Богу приличествует совершать подобающее Богу. Субтитры создавал DimaTorzok